Я так еще и не объяснил, почему при увеличении любого из сопротивлений у вас обязательно сопротивление всей цепи должно увеличиться или остаться прежним. Сейчас наступает на самом деле самый интересный момент. Господа, скажите, пожалуйста, если у вас по некоторому кругу потенциал, течет ток, который здесь по закону ОМА определяется, скажите, пожалуйста, какая энергия выделяется на этом кругу? Вообще, как узнать, когда у вас течет какой-то заряд, как узнать мощность, которая на этом проводе очень простая? Каждая единичка заряда дает нам φ2-φ1, понятно? Соответственно, если протек заряд Q, то эту формулу мы уже писали. Надо разность потенциалов умножить на заряд. Но нас сейчас интересует не вообще заряд, когда протек, а нас интересует, что это всегда происходит. Соответственно, нас интересует, в какой скорости это происходит в каждом этаже времени. Проще говоря, вместо заряда надо взять заряд в единицу времени. Надо все это разделить на время, то есть получится вместо заряда что? Сила тока. Отлично. Значит, чтобы узнать, какая мощность выделяется на конкретном проводке, вы должны всего лишь умножить, внимание, разность потенциалов, это не трудно, φ2-φ2-φ2. Надо умножить на силу тока. Ребята, а сила тока, это и есть та же самая разность потенциалов, только деленная на сопротивление. Значит, надо вот это вот умножить на φ-м-ф2-φ2, деленное на сопротивление. И просуммировать это по всем возможным числям. М и К. Только надо не забыть, что М начинается с нуля, а К заканчивается на Н. По всем проводам. По всем возможным. Обратите внимание, зачем я здесь написал эту штуку, потому что иначе я каждый провод учитывал в два раза. Дело в том, что у проводов не важны его концы, а так бы я брал пару МК и пару МКМ и считал. Ну, в принципе, может было и так, но тогда нужно было бы одну вторую написать. То есть я мог здесь не писать меньше, а просто писать одну вторую перед всей этой суммой, потому что тогда у меня каждая мощность была бы посчитана в два раза. Так вот, ребята, вот, ребята, это и есть та самая обещанная в самом начале занятия функция. Давайте поймем, что, например, как это короче написать? Короче, это описывается так. Это есть сумма фиемная минус фи-катая в квадрате, которая разделена на сопротивление, на соответствующие кусочки. Ну, и, естественно, М меньше чем К, меньше ка-катая. Отлично. Вот это и есть та самая сумма. Заметьте, пожалуйста, если я прависвольно выберу число фи-катая, 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 то у меня получится некоторое значение этого выражения. То есть эта функция является, внимание, функцией от чисел, давайте, конечно, это есть функция от чисел фи-1, фи-2 и так далее, фи-н минус фи-катая. Функция от n минус одной неизвестной. Вот интересно, какой степени эта функция? Вообще, это как? Это логарифм, синус, космус. Что это? Ребята, это многочлен какой степени? r-катая, это постоянные числа. На знаменатель можно внимания особо не обращать. Что это? Второй степени, конечно. Согласны? Это просто-напросто многочлен второй степени. Другое дело, что это многочлен второй степени от многих перемен. Дальше. Скажите, пожалуйста, это выражение отрицательным быть может? Нет. Нет. Потому что вообще-то это сумма квадратов. Ну, правда, сумма квадратов каких-то разностей, но, тем не менее, квадрат отрицательным не бывает. Поэтому у нас возникает, ну, в математике это называют так, неотрицательная квадратичная форма. Квадратичная форма от двух переменных, давайте я выпишу, чтобы вам было понятнее, что такое в общем виде квадратичная форма от двух переменных. a из квадрат плюс сколько-то x и y плюс сколько-то y в квадрат. Ну, давайте здесь для красоты я напишу 2b, потому что там двойки часто будут, когда будет раскрывать скобки. А здесь напишу c. a, b, c – какие-нибудь произвольные числа. Ну, на самом деле, не вполне произвольные, потому что нам нужно, чтобы никогда никаких x и y этой штуки не было бы отрицательной. Да? Форма должна быть не отрицательной. А b, c – произвольные числа? Ну, конкретные. Они возникают вот отсюда. Еще раз. Здесь у меня лишь не две неизместные. Когда вы все скобки раскроете, поймите, пожалуйста, что у вас будет, когда открываешь скобки? f в квадрате минус 2 f в квадрате, минус 2 f в квадрате плюс ф в квадрате. Ну, еще надо что-то поделить, понятно? И вот таких штук огромное количество. Когда вы после этого соберете, то у вас f в первой будет в квадрате с каким-то коэффициентом, f в вторую в квадрате, понятно, да? В каждый квадрат с каким-то коэффициентом. И еще в аппарате произведения тоже будут с каким-то коэффициентом. Сейчас я сейчас не собираюсь вписывать вам в явном виде ее. Это не самое интересное, раскрывать эти скобки. Мне интересно, что вот просто есть такая функция. Заметьте, пожалуйста, что характерно. Эта функция не просто какая-нибудь глупость, она имеет абсолютно четкий физический смысл. Это сумма мощности, выделяемых на каждом отдельном проводе. То есть в сумме это что? Это просто-напросто мощность, выделяемая на этой цепи. Проще говоря, сколько тепла она выделяет. Согласны? Ну как, вот каждое слагаемое это мощность, выделяемая на проводке, соединяющей точки М и К. Просуммировали по всем проводкам, получили мощность, которая выделяется на всей цепи. Все, отлично. Так вот, ребята, я сейчас не могу сделать ничего для тех людей, которые не знают, где у параболы точка минимума. Мне сейчас очень важно вершина параболы. Да, все помнят? Вот когда вот эта штука парабола, то есть такая вещь. Минус 2В делить на 2А. Помните это? Минус В просто. Что-что? Минус В просто. Минус В просто. Правда? Потому что здесь 2В. Ну, на самом деле, 2В и У. В общем, ребята, я сейчас должен понять, как исследовать на минимум вот эту функцию. В какой точке, какого типа штука, ну, а на самом деле меня интересует не она, на самом деле меня сразу интересует вот эта форма. В какой точке вот эта форма принимает свое наименьшее значение. И для краткости разрешите я расскажу для тех, кто знает. Производная это вот что такое. Это уголовок и в целых рассадок. Когда вы дифференцируете х квадрат, то производная это 2х. Когда вы дифференцируете х, то производная это единица. Другую константу, то производная это 0. Так вот, давайте мы продифференцируем по эмной пи. В математике я это обозначаю так. Такая кругленькая букву d и внизу стоит фи эмная. Придифференцируем по вот этой вот самой штуке выражение фи эмная минус фи ка т в квадрате деленное на скрепление. Так, ребята, еще раз я прошу прощения для тех, кто не знает производную. Давайте все-таки с производной. Значит, как это дифференцировать? Ну, те, кто знают правил дифференцирования квадрата, те, кто сразу ответ напишут. Для тех, кто не знает это правило еще, а все-таки что производной успел узнать, я считаю, для них людей мало, но тем не менее, надо просто раскрыть скобки. минус 2 фи эм фи ка т в квадрате разделить на сопротивление. И просто напросто сказать, что производная от квадрата у нас там написана, это есть 2 фи эмная. Производная от квадрата в первой степени это минус 2 фи ка т и все это надо разделить на р м ка т Вот так выглядит производная от отдельной степени. Но у нас же здесь стоял сумма, поэтому если мы будем дифференцировать, то на самом деле надо было не забыть о сумме. Отлично! Что значит не забыть о сумме? Это значит написать знак суммирования по всем ка. Ребята, посмотрите пожалуйста сюда. Двойка это конечно замечательно, но подумайте, что будет когда мы просуммируем. Уж не будет ли замечательного это выражение? Понимаете, что это то же самое с той, что с гадойки. Согласны? Фи эмная минус фикатор может на 2 длинить на. А здесь фи эмная минус фикатор на 2 минус. Так вот у нас получили точку минимума производная должна объяться нулю. Замечательно! Значит мы получили, что точка минимума это как раз та самая точка, где выполняют законы Киркова. А мы уже знаем, что точка, в которой выполняют законы Киркова, это в точности есть распределение потенциалов, которые будут действительно в нашей цели. Вот. Теперь вопрос, как быть с теми, кто не знает производства. Ребята, вы должны по-честному расстрелить скобки, так же я только что сделал, после этого выписать все это выражение как квадратичный многочлен от Фиемного, и после этого сказать, что вы знаете, где у параболы расположена вершина, а именно та самая формула минус вегет на два. Понятно? Слушайте, я потом не буду это делать, потому что, во-первых, это вы можете сами сделать, вторую статью можете прочитать. В общем, я не хочу еще знать вегетатике. Все. Все. Вспроизводная сказал, и, наверное, как-то вспроизводной сказал, что надо выписать просто. Вот, потому что меня дело интереснее. Итак, мы только что доказали замечательную вещь, что минимум вот этой вот самой функции это как раз и есть распределение потенциалов, которые дают нужно. Да. Вот. А вот теперь я объясню вам, почему же при увеличении любого из сопротивлений R-МКТ сопротивления всей цепи не может уменьшиться. А я ведь еще не сказал, что такое сопротивление всей цепи. Я не дал определения этого. Что такое сопротивление конкретного провоточка? Да, я объяснил. Это вот этот вот коэффициент. а что такое сопротивление всей цепи? Ну, на самом деле, если вы подумаете, то поймете, что не так уж и трудно это определить. Дело в том, что на всей цепи у нас есть такая штука, как разность потенциалов. Есть? А именно разность φN минус φ0. Давайте назовем это напряжением нашей цепи. И у нас с вами есть такая штука, как сила тока. А именно это сумма φкт минус φ0 делить на R0 катая взятая по всем К от 1 до n. это все токи, которые выходят из нулевой точки. Давайте называем пин. Я уже объяснял вам, что если просуммировать все законы кинглов по всем вершинам, то получится автоматически, что ток, который втекает из вершины, такой же, как ток, который отсюда вытекает. Значит, вот эту величину разумно называть сила тока, вытекающая из нашей точки. Отлично. А вот теперь теоретка. Оказывается, что в точке, которая соответствует реальному распределению потенциалов, когда у нас течет ток, та вот функция это в точности догадайтесь, что как через у и и только это не определение. Теория. Дело в том, что определение у меня функции дубльные. Вот оно. Это сумма во всем проводам, какая мощность уделяется на поле. А вот оказывается, что если взять разность потенциалов и умножить ее на силу тока, то в точности получится та же самая величина. Так вот, у этой теоремы удивительно красивое, удивительно простое, симпатичное доказательство. В принципе, конечно, нужно пытаться просто выписывать все эти суммы, но, в общем, лучше бы понять, что называется, лучше бы понять физику этого явления. Кому в школе объяснили эту теорему. Ага, правда никому? А это ничего? Никому. Кому? Поднимите, кому объяснили? Не, не помню, не считается. Не помню, даже не объяснили. Я на учет говорила. Вот, ребят, не, все, действительно, ребят, посмотрите, пожалуйста, это же удивительная штука. Утюгом все пользуются. Что такое утюг? Это выделяется, понятно, да, тепло. А вот эта теорема, почему-то в школе. Давайте, господин, чтобы это сделать, давайте приглядимся вот сюда. Что здесь на самом деле написано? А здесь написано следующее, господа. Здесь написано фи-эм-э минус фи-кат-э. А это что такое? Это на самом деле сироток. Согласны? Отлично. Дальше внимание. я могу взять сейчас и сказать следующее. Смотрите, что здесь есть. Фи-эм-э минус фи-кат-э умножить на силу то, фи-кат-э. Согласны? Согласны? Дальше написать ту самую сумму. Все нормально пока. Можно я здесь напишу запятую и поставлю здесь одну вторую. Я уже объяснил, почему это делается. Понятно? как я объяснил? Объяснил, потому что каждое слагаемое два раза считаю. Просто я с этим меня есть, не хочу мучиться. Понимаете, да? Одно больше, другое больше. Я лучше каждое посчитаю два раза. М, у меня вот здесь стояло меньше, а здесь будет стоять просто запятая. А вот теперь я отдельно посчитаю вот эти штучки и отдельно посчитаю вот эти. Итак, давайте смотрим, что у меня есть. Сумма потенциала точки М умноженной на силу тока. Сумма берется по всем парам АМ. Минус сумма потенциал в точке К умножить на силу тока ту же самую М А. Ну, естественно, одна вторая отсюда. Ребята, согласитесь, что пока ничего хитрого я не сделал, правда? Я просто разность, умноженную на число, разделил там, ну, скобки раз, да? И послагаем и размирую. Одни в одну сторону, другую в другую. А вот теперь посмотрите внимательно на эту штуку. При каждом фиксированном М у нас М нет некоторых фиксированных числов. А здесь стоят токи, выходящие из точки М. По закону Киркова, когда вы смотрите все токи, выходящие из точки М, это что будет? помните? Ноль это будет. Потому что у нас число это отрицательное, положительное. Я специально не стал вот этого там, кто больше, К или М, понятно, да? Просто ноль это. Тот самый закон Кирков. значит, вот эта штука при всех М вообще-то это не может. Кроме числа М равного нулю. Ну, и числа М равного н. Правильно? Отлично. То же самое. Скажите, пожалуйста, а вот эта штука дробно то же самое. Это тоже все токи, которые входят в вершину номер К. Получилось, что когда вы фиксируете М от единицы за н-1 то все такие штуки нули. И здесь то же самое. Когда фиксируете К от единицы до н-1 то все такие штуки нули. Значит, что на самом деле здесь получается? Давайте я оставлю только однозрительное штуку. Значит, одна вторая разумеется осталась. И куда мы делим здесь? здесь остается, когда М равно нулю. Фи нулевое умножить на сумму токов, которые идут из нулевой точки. Как это называется? Сумма токов, идущих из нулевой точки. Это просто потому что и. Согласны? Отлично. Дальше. Минус фи н-е. Минус, потому что н-е точку они идут с другими знаками. Минус фи н-е и. Это вот эта штука. Ну и здесь тоже самое, ребята. Минус фи нулевое умножить на минус и и соответственно и соответственно и соответственно минус фи н-е умножить на и. Посмотрите сюда, вы видите. Вот. Осталось заметить, что здесь каждая слагаемая по два раза, значит с той двойки сократится и в результате действительно получилось у меня фи нулевое минус фи умножить на и. Так, почему я получил неправильный знак? Это на моей совести я где-то с нумерацией М и К перепутал. Не буду разбираться ни в этом дело сами заберете если захотите. Потому что это как раз не принципиально. Перепутал два значочка. Мне важно другое, что идею доказательства видели, расписали повторяя вот эту вот штуку, вот этот силу тока, отдельно расписали М на силу тока, отдельно на силу тока и все пошло. Вот. До победы осталось буквально несколько секунд и потому что все действительно трудное я сделал. Я объяснил вот эту теорему точно суммированную. Объяснил или не объяснил? На самом деле объяснил. Я объяснил, что именно минимум нашей функции достигается и вот сейчас я вам объясню почему почему же сопротивление не уменьшается при увеличении любого из сопротивлений. Господа, еще раз. Что такое сила тока? Это у деленное на р. Значит, у меня здесь стоит у в квадрате, здесь будет делить на р. Согласны? таким образом, таким образом, чтобы узнать, ну, у в квадрате это, раз в потенциал, да? Это фиенная минус фи нулевое в квадрате. Таким образом, чтобы узнать величину р, на самом деле, при заданных фи нулевое и фиенное, я должен найти минимум вот такой функции дубль б. Теперь смотрим, что происходит с функцией дубль б, если вдруг одно из вот этих сопротивлений увеличилось. Ребята, у нас в одном из слагаемых знаменатель увеличился. Что произошло с этим слагаемым? Уменьшилось. Значит, если у вас график функции дубль б выглядел примерно так, и у нее минимум был где-то в этой точке, то теперь функция стала меньше или равна и соответственно в точке ее минимума значение у нее что сделает? Уменьшится. Просто потому, что в той точке значение осталось прежним или уменьшилось. А в точке минимума оно тоже такое же или меньше. Ну, замечательно. Значит, у нас функция уменьшилась. Ну, и уменьшилась, или осталась прежней. Ну, и значит, что это увеличено r должно увеличиться. Все? То есть, как только мы с вами поняли, что распределение потенциалов это на самом деле числа, которые дают минимальное значение для нашей функции, так сразу задача в некотором смысле стала очевидной. Потому, ну, если доказать вот эту теорему про то, что сопротивление связано с выделяем мощностью и так. И вот, я вам рассказал, почему не уменьшается сопротивление. Повторяю, толк будет, если вы прочитаете квантовскую статью. Кстати, ребята, где на самом деле что называется наша страничка? Все знают или нет? Значит, господа, пожалуйста, обязательно, те, кто ходит на лектории, знайте, что на сайте маловых матов есть официальная страничка нашего лектория. Между прочим, этот год, это 18-й год его существования. Надо зайти на официальный сайт маловых матов, там есть раздел лекций. И, соответственно, объявление об очередных лекциях, а главное, материалы всех предыдущих. Что на самом деле еще я, если по-честному, не сказал? Я обману вас просто для скорости постановлюсь в тот момент, когда говорил про минимум вот этой функции. Ребята, помните, как я там сказал? Функция от n-1 переменной значит, возьмем, референцируем ее по каждой переменной производная должна равняться ню, значит, получается система уравнений вот герой. Ребята, я могу возможно поговорить, вот почему. Когда вам дали функцию, вовсе не обязательно у нее вообще есть ню. минимума. Вот представьте себе, функция, которая равна одной иксовой и определена для всех положительных чисел. У нее есть минимум эффективность? Нет. Я проигнорировал такое обстоятельство, что у функции вообще-то может в принципе не быть этого самого минимума. Как в нашем случае на самом деле с этим бороться? в нашем случае на самом деле все минимумы фен-минус первая приспокойно можно считать расположенными на отрезке от фен-минуса. Согласны? Значит у меня каждая из этих переменных пробегает конкретный отрезок. То есть у меня получается такой многомерный функция, которая на этом многомерном кубе определена. Это непрерывное а есть так называемый теорем Вейер-Штрасс функция непрерывная на компакте обязательно принимает на нем наименьшее и наибольшее значение. Давайте я все-таки сейчас не буду вам про это рассказывать поскольку эта вещь совсем что называется уходящая в бок от этой нашей сегодняшней лекции но в общем опять-таки там где у нас лежат все-все-все видеозаписи там есть в том числе лекция о теореме Вейер-Штрасса так что кому интересно найдете во многих учебных анализах можно найти и так далее в том числе в том числе и в том числе